Привет-привет! Привет-привет-привет! Всё, сегодня уже вечер, делала звонки, как-то я так морально устала, глаза пекут. Говорю, доченька, идём пройдёмся, будем вечером делать пиццу, купим сырочка на пиццу. Вот мне нужно, знаете что, выбегать одной, быстренько купить то, что надо, и в магазины в другие не заходить. Пришли мы с двумя сумками. Сейчас покажу вам, что купили. Давай. Вот, первое. Мороженое мамино такое, писташковое. Вот, писташковое, это мне мороженое. А вот моё. Это мой любимый вкус. Да, это у нас лимонно-шоколадное. Там, девчонки, были ведёрки такие, они стоили 160 гривен, а по скидке 80 чем-то. Я вот стою, смотрю на это ведёрко-ведёрко, а потом, Наташа, никаких ведёрок. Взяла два маленьких мороженого и идёшь дальше. Потому что купить два стаканчика, съем два стаканчика. Купить два ведёрка, съем два ведёрка. Дальше идём, давай. Мама, можно я открою? Ну, открывай. Ну, ты сначала всё покажем, потом съешь, доченька, давай. М-м-м-м. Она ж никуда не денется. У нас тут есть лавашик. Да, вот такой лаваш я беру. Там две штуки, он на ощупь очень классный. И когда делаешь запеканку... Как будто бы полотенечко такое. Да, когда делаешь запеканку, я прям вот бортики внутрь вставляю и сверху сыром... Кстати, пробовала закуску. Вот этот лаваш просто режешь на полосочки, сверху сыром посыпал в духовочку. Получается хрустящий, вкусный. Вот такая закуска. Я даже, бывает, когда вот делаю звонки, просто его в духовку немножко его поджарила. Получается вот, ну, как чипченки. То есть, получается, калорий мало. Сижу потихонечку хрусь-хрусь, тоже очень вкусно. Вот, рекомендую. Давай дальше, что там у нас? Да, вот печеньки даже с сыной. Расфасовка была разная. Потому что, знаю, вот куплю полкило, съем полкило. Куплю килограмм, буду потихоньку тягать килограмм. Поэтому взяла себе совсем чуть-чуть, чтобы можно было, знаете, с чайком перекусить, удовольствие получить. Дальше идем. Здесь есть вот эта штучка. Какая у меня помощница? Достает сама. Вот такое взяла слоеное тесто. Мы еще купили там шикарную-шикарную грушу. Покажу вам. Хочу сделать слойки с этой грушей. У меня еще есть яблочки. Поэтому коровы не слойки. Мы ее съедим. Всего-навсего 18 гривен. Да, здесь его не так много, но за 17 гривен более чем. Потому что с таким же весом есть и 38 и 39. То есть, ну, очень выгодно по цене. Дальше давай. Помощница у меня какая. Вот такие вот три кашки, которые я ем завтраком. Да, перед школой. Вот, ну, я беру Анютке такие кашки перед школой. Потому что что-то наготавливать, сварить. По кипяточкам и все, готово. Они уже со сливками. То есть, вот такие каши еще. С ягодцами. Да, давай дальше. Йогурт для меня с малиной. Да, вот сегодня Анютке сказала, купи себе что-то вкусное, что ты хочешь. И она выбрала себе вот такого растишку. То есть, я понимаю, что он стоит 15 с копейками, пришли 16 гривен. Вроде как транжирство. Но иногда ребенку хочется взять, побаловать ее. Да, вот такую взяли мы растишку. Дальше. Дальше мы еще взяли вот такое. Да, давай еще одно такое же. И вот такое. Ну и еще баловство, то есть не еда, сплошно баловство у нас сегодня. Взяла вот такой десерт, банановый, и вот такой шоколадный. Поставлю, может быть, завтра, послезавтра, но он нереально вкусный. Я обязательно его съем. Нет, банановый я съем сегодня. Вот, видите, уже все. А потом фигура, прости меня, прости меня фигура. Давай дальше. Мама, не надо тебе, мне шоколадку, ты такая красивая. Конечно, красивая. Хлебушек, за которым мы собирались выйти. Да, хлебушек. Вот ребенок говорит, за которым мы собирались выйти. Мы шли вот за хлебушком, в принципе-то. Давай дальше. Сыр на пиццу. Сыр сегодня был по хорошей скидке, сейчас вам покажу, увидите. Кстати, знаете, что сегодня мы собираемся опять пиццу делать. Да, у нас сегодня опять пиццу. Да, у нас будет пицца. Смотрите, 412 грамм сыра, а большинство 82 гривны. То есть обычно это обходится гораздо-гораздо дороже. То есть вы понимаете, сыр вкусный, хороший, чаплинка. Я очень его люблю. Вот взяла такой кусок, потому что запеканки часто делаю, какие-то пиццы, но сыр уходит очень сильно. И по такой цене сыр такого качества, поэтому взяла там не 300 грамм, а прям почти 500 грамм взяла. Дальше идем. Это майонез. Это взяла майонез, взяла готовый, потому что много майонеза домашнего не готовлю. Бывает на одно яйцо, и вот наколотил, потом все это разбирать, мыть. Мне вот проще пойти купить, когда устала вечером, чтобы не колотить, блендер не собирать, не разбирать. Вот, честно показываю, потому что лень просто с блендером возиться. Давай дальше. А я бы повозилась. Лучше делать самими руками, что ли? Так, это один-единственный помидорчик взяли, он обошелся 8.20. Один помидорчик. Ну, что делать? Дальше. Ну, да, это слишком. Пытаясь, чтобы Анютка ела какие-то витамины. Вот хоть помидоры. Камамбер, который мамочка очень любит. Да, камамбер. Взяла себя побаловать утром, получается, с кофеечком или в обед, там, час перерывчика. 40 гривен. Так он обычно 60. Это 40 гривен, думаю, возьму обязательно. Вот камамберчик, он по скидке бывает в польске, я его люблю. Он мне по вкусовым качествам нравится, гораздо больше, чем французский даже. Дальше. Пакет закончился. Следующий пакет. Бананчики. Вот, бананы тоже, была скидка на бананы. Получается, мы взяли 800 грамм на 20 гривен. Вот. И причем бананы, видите, еще даже какие-то зеленые. Мама, а что тут ценник тут? Да. Это бананы, которые отрывают от связки. Они потом начинают, грубо говоря, быстренько очень созревать. Поэтому они их собирают и по скидке уже продают. Называется второй сорт. Но второй сорт, я спросила, что такое второй сорт? Она. Бананы, которые оторвали, от мешка разбербанили. Мы их фасуем, продаем отдельно. Дальше давай. Капуста. Взяла вот такую квашеную капусту, потому что вот такой пакетик вы не наквасите. Трехлитровыми бутыльками я не люблю. В охотку взяла, поела. Вот сейчас скажу вам, сколько она обошлась там. Так, капуста квашеная. Где же она капуста? 12 гривен. То есть обычно она стоит 18 тоже. Смотрю, что 12 гривен не так много возьму, чтобы самой не возиться. Дальше. Вот это и есть две груши. Да, девчонки и мальчишки. Вот эта груша, которая офигенская. Я очень люблю грушу сорта. И вы думаете, что там много груш? Нет, там всего две громадных. Да, есть груша Калифорния, я ее очень люблю. А это какая-то груша другая. Сейчас скажу вам, какой сорт. Вот смотрите, вот такие две большие-большие груши. И они пахнут, они вот прям пахнут, они такие на удивление. Они мягкие, то есть они не жесткие, они мягкие. Так, покажу вам сразу. И как раз для меня, потому что у меня зубы молочные выпадают, удобно кусать так. Вот, 32 гривны. То есть за 32 гривны две такие огромные груши тоже увидела, думаю, надо взять. Дальше идем. И половина капусты. Все, на этом видео заканчивается. Так, ну и на борщ, вот пол капустинки, 6 гривен, грубо говоря, опять с копейками. Все, девчонки-мальчишки, а теперь знаете, что мы будем делать? А где, подожди, а где наша игра? Хочу показать крокодил. Я до этого покупала игру интересную. Там карточки, которые вставляются в лоб, кто я? Ну, Аня очень быстро, у нас у ребенка феноменальная память. Она за один вечер выучила карточки и стала играть неинтересно. Поэтому взяла вот такую игру, называется крокодил. И здесь, девчонки-мальчишки, вот много-много карточек. В чем преимущество? Раздается карточка. И здесь вот смотрите. Ну, задание, вот, допустим, возьму вам самое крайнее. Надо вот эти вещи назвать и показать. И потом дается три подсказки. Вот, допустим, там, покажите Новый год. Ну, показывают там Дед Мороз, борода, колпак, елка. Пальцы. Вот, да. Допустим, показать 8 марта. Или показать, допустим, зарплата. Или показать слово логика. То есть, ну, очень интересные такие задания. Супермен. Давайте я вам покажу некоторый вот. Вакуум. Представляете тебе, как показать вакуум. Вот так. Или. Так, это понятно. Все понятно, понятно. Сейчас. Вот, изобразить соседа. Дальше. Танис живота. Домохозяйку. И черепашку-ниндзя. Ну, шикарное задание. Черепашка-ниндзя. Я когда, я когда смотрела, просто сидела, хохотала. Вот, игра такая. Стоит она 70 гривен. Вот. Ну, взяли. Потому что продавец девушка сказала, возьмите, не пожалейте. Игра того стоит. И вот взяла. Ну, на самом деле, игра классная очень. По вечерам. По вечерам. Это пиццу. У нас вечера еды. Так. Сегодня вечер еды. Может, у мамы будет и запеканку, и пиццу. Да, у нас сегодня будет и пицца, и запеканка. Картофель на запеканку, которую я люблю. Простую я просто ненавижу. Вот такая. Вот у нас будет игра с крокодилом. А потом у нас еще будет... Ой-ой-ой. На ночь. Мы продолжаем читать... Книга-незнайка. Книга-незнайка. Если ложимся в 9 или там в полдесятого, я читаю ей главы 2. А если мы ложимся пораньше, то я могу даже вот главы 4 прочесть. Или 3. Да. Там очень классные рисунки, и поскольку аудиосказку-незнайка, она уже знает наизусть, то я какие-то вещи читаю, и она... Все 3. И в солнечном городе, и на воздушном шаре, и на луне. Вот. И она начинает все это комментировать как-то там. Мама, а как тебе этот герой? А как тебе этот герой? То есть мы с ней обсуждаем. Это, знаете, очень круто, когда ребенок знает наизусть сказку, аудиосказки она слушала, и мы с ней можем обсуждать каких-то героев. А кто тебе нравится, а кто не нравится. А почему нравится? Мне очень нравится. Ей очень нравится знайка. А мне очень нравится ромашка, незнайка, знайка, и все. И все. А там еще есть старопышка, там много-много всяких других герой, пончики. Нет, мне еще не сильно нравится. О, еще мне нравится охотник пулька и булька. Да, видите, как здорово. То есть такой возраст, когда уже можно с ребенком что-то обсуждать, а не просто ей рассказывать. Это очень круто на самом деле. Работаю, потом еду в центр занятости до обеда, делаю ланки. А я останусь одна дома, думаю, на часа два-три. Да, вот она уже согласно оставаться на целых два-три часа, да, моя девочка? Ага, обожаю. Я иногда целых два часа дома просидела, сперва полтора, а потом два. Да, вот она такая взрослая-взрослая. Сама уже девчонка остается дома. Так, а мы завтра с моей и Кумой, с подругой вместе пойдем, девчонки и мальчишки, в театр. А я буду играть со своим другом Максимом. Да, не обещаю, что прям вам так поснимаю-поснимаю, но если будет возможность, сниму, конечно, вам какие-то эпизодики, покажу. Мама, вообще-то в некоторых театрах есть правила перед тем, рассказывайте, не снимайте. Напоследок я хочу показать вам орхидейку, которая у меня расцвела. Это моя самая первая орхидея, которую мне подарила два года назад доченька. Вот маленький цветочек. Ну, она такая прям вся красивая-красивая. Название не знаю, но классная. Я думала, что она будет вот такая же пятнистая. А она, видите, пятнистая, но немножко по-другому. Тоже очень красивая. Завтра раскроется уже более полно. У Анютки есть подружка, Полина, которая очень хорошо рисует. И вот они нам сделали такой подарок, нарисовали портрет на формате А3, такой очень он большой. Это я, это, понятное дело, Анютка. Деревянная рама, антибликовое стекло. То есть, с другого конца города они его везли. Портрет очень тяжелый со стеклом, и с деревянной рамой, и почему он еще там на фанере. И вот Анютка сегодня села, начала рисовать портрет с портрета. Расскажите, как вы проводите вечера свои. Понятно, что мы все после работы надо попылесосить, надо там помыть печку, все эти вещи, мотивации. Но это сокровенные вечера, но как у нас. Да, вот такие вот вечера, как вы проводите, которые, но вы проводите только друг с другом и друг для друга. Какие книги вот сейчас вы прочли? Потому что я сейчас начинаю читать книги по тому, как устроен человеческий мозг, как он работает, какие отделы мозга за что отвечают. То есть, то, что для саморазвития. А я ее иногда прошу читать вслух, и она мне читает вслух, а я это все запоминаю. Вот, видите, у нас какие совместные. Или, допустим, я смотрю на ютубе каких-то там телеведущих интересных, она тоже все это запоминает, потом мы можем все это обсуждать. Делитесь, как вы проводите вечера со своими близкими и друзьями. Все, пока-пока. Искренне ваше семейство чалых. Ой, ой-ой-ой, прям задавит. Все, пока-пока.